всем привет с вами подлодка android crew четвертый сезон у нас первая неделя она посвящена многопоточности и сегодня у нас будет публичное собеседование вести вы будет серёжа бояшкин серёг привет всем привет а с мельчаком у нас вызвался алексей иванов лёш привет всем привет помогать вести будет кирилл розов всем привет ребят и меня зовут артём осипов чатик я вас сейчас очень попрошу дать много шума лёша потому что надо много смелости чтобы прийти решиться да все причем собес совсем нестандартный еще ребята вообще да я про него ничего не знаю поэтому все как правильной жизни серёга главное что про него что-то знал позвали на кофе а тут собес вот так на этом я прекращаю шерить экран на время собеседования мы с кириллом выключим камеры будем делать вид что у нас нет у вас будет полное погружение вот если вдруг вы начнете задерживать то я серёжа я не знаю как у вас принято типа я буду задавать вопросы лёша будет отвечать всякие ответы всех же будут еще интересовать то что например я хотел услышать или какой-то комментарий к ответу мне давать его сразу в конце как это лучше ну как вы обычно делаете смотри если у тебя есть какие-то логические секции то можем просто останавливаться там просить лёшу снять наушники и давать комментарии либо просто дать его в конце вот и я людей попросим накидывать в киендаи вопросы если они там они остались окей я понял и не только накидывать но и голосовать еще в киендаи не забывайте за лучшие вопросы зачем они снимают наушники так мы все мы мы оставляем вас то вдаем окей меня спрашивают в чате пришел ли осознать сходу с теми знаниями как есть я вообще не готовился больше даже двух месяцев поэтому в общем я немного расскажу что сегодня будет я вчера с ребятами из авито тестировал разные задачи понял что задачи получаются очень плохо типа очень трудно дать такую задачу на которую уйдет небольшое количество времени еще диалог это был поэтому у меня есть одна заготовленная простенькая задачка яндекс коле чтобы посмотреть и там не надо писать много кода надо пообщаться есть задачки которые мы на словах будем обсуждать ну и всякие базовые вопросы в целом про многопоточку вот я думаю так как у нас собес лучше начать как обычный собески типа я тебя могу спросить там расскажи немного про себя расскажи как ты оцениваешь свои знания по много поточке что делал и как там свой уровень оцениваешь давай тогда начну меня зовут иванов лёша я два месяца назад еще работал android разработчиком яндексе на проекте яндекс авто мы делали портовой компьютер для автомобилей который работал на андроиде прям комитили в исходнике андроида делали всякие приложения обычные системные приложения патч или систему вот принципе это наверное такая большая большая часть моего опыта до этого я работал небольших компаний типа букмейка просто android разработчиком вот по многопоточности ну то есть последнее время я скорее редко что-то с ней связанное делаю вот но в целом типа мне кажется базу я какую-то знаю потому что я провожу собеседование тоже яндексе проводил вот наверное как так если двух словах ну давай тогда начнем просто с того зачем вообще нам нужно многопоточное программирование какие основные задачи помогает решать и ну да начнем с такого простого вопроса ну воспользуюсь немного в материалами вчерашней лекции в общем уже довольно давно собственно говоря процессор умеет выполнять вот на нескольких ядрах вот и поэтому у программ есть способ выполняться параллельно вот и многопоточности это как инструмент условно говоря выжить как выжить все из железа вот но это собственно не значит что всегда этим нужно пользоваться то есть там естественно пост этого этой многопоточности тоже существует вот вот ты сказал отличную фразу которая мне нравится что сейчас много ядер и мы можем утилизировать ресурсы лучше и все такое вот вопрос ну что пораньше насколько я знаю типа в джаве примитивы для многопоточной работы для конкурентной появились в первой версии там синхронист волатайл но типа было например одно ядро вопрос зачем эти примитивы на одноядерной архитектуре да хороший вопрос мне кажется что это возможно еще связано с тем что иногда код написать проще много трудовой чем одно трудовой то есть ну например вот в случае когда у нас есть какой-то какой-то так скажем low latency процесс то есть проигрываем музыку вот и нам нам нужно что-то делать довольно довольно постоянно с хорошей периодичностью вот и здесь нам придется по-любому переключает контекст потока чтобы ну как бы ядро было занято не только проигрывание музыки а делал еще какие-то задачи это да что действительно системы нужно всякие ну типа даже можно привести пример с программами что много разных программ да 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 я тут чисто и скорее про треда говорил да если так глобально взглянуть туда типа там в том же линуксе куча процессов все не выполняется на одной и той железки вот операционка она типа умеет так скажем расставлять приоритеты между ними вот и но это уже скорее про процессы смотри нам тут хочется задать вопрос еще глубже но я сам заспорили то что я хочу услышать этому наверное к этому есть что вернемся сейчас у меня простая задача как раз на начало если там ссылку яндекс код и пошарю экран привычный будет так да я кину в чат все можете прям подключиться положить яндекс код ни разу не пробовал подключаться более там человек да так все я зашел короче на кто-то уже какой-то тест к нам зашел да тут только все смогут писать это только не пишите ребята в общем вопрос простой у нас есть объект стейта у нас есть два потока один модифицирует x потом пишет игрек другой пишет игрек потом модифицирует игрек потом пишет x вопрос напиши какие варианты мы можем увидеть так ну вариантов тут наверное будет 2 мне кажется потому что сейчас подумаю типа подумать и машину там комментом ну да мне кажется варианта будет 2 то есть тут либо 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 мы либо первый поток выполнится первым либо второй поток в лобовце первым вот и если первый будет первым то у нас будет что-то типа x1 игрек 0 вот а потом уже типа финальное финальное состояние а чем мы там печатаем а мы печатаем стоит игрек тогда будет 0 напишу так пока для понятно тут тогда будет мы печатаем x так и если у нас 2 выполнится потом то мы напечатаем x который же будет один и соответственно то же самое только наоборот x 0 1 ну вот по идее по идее это так должно быть есть потом и вроде ничего не выполняем делаем джо ими рано был у нас один раз тогда такой вопрос что нам гарантирует но ты перечислил что типа вот они выполняются последовательно и может быть либо так либо просто кая а что нам вот текущем годе гарантирует такое последовательное исполнение что мы не можем увидеть другие какие-то варианты ну вот если бы мы например не написали join тогда возможно бы у нас вообще ничего не вывелось потому что ну типа мейн поток закончился бы и может быть эти 3d ничего не успели написать вот еще что то есть вопрос том что что тут могло быть еще не так чтобы было больше вариантов ну скорее вопрос вот ты рассказал что она исполняется последовательно и у меня вопрос за счет чего она последовательно исполняется да 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 все это да 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 я я это да ну да в теории у нас все могут быть в теории нас еще могут быть варианты когда например выполнится первая инструкция типа стоит x 1 вот а потом а у нас сразу выполнится выполнится второй тренд то есть они же и же у нас никак не связаны я что-то тут ступил вот то есть у нас в теории да может быть еще еще вот такой вариант если у нас мы сразу вывели так сейчас я подумаю да у нас может быть вариант когда мы напишем сразу например y1 и потом у нас будет x тоже то есть если она сначала выполнится вот инструкция стоит x потом стоит y дальше один print print потом второй пин какой тоже может быть потому что да у нас никак не нас эти операции не атомарные вот так окей этот кейс у нас появился ну да и то же самое то же самое наоборот последовательность данном случае ну да важно да тогда еще такой вопрос за счет чего вот второй поток который печатает например x если в x записали увидит это значение ну типа вот видишь он когда-то видит когда не видит что на что на это влияет так на это могут повлиять по идее две вещи насколько я насколько я понимаю то есть либо если он например увидел это значит что вот у нас инструкция стоит x она равно 1 она выполнилась и при этом она же попала в кэш второго потока типа засинкал свой кэш и нам так повезло что мы уже напечатали эту переменную вот и то есть тут может быть как бы два момента когда она станет нулем либо 1 подоб еще не выполнится либо потоки не засинкует свой кэш и тогда не получим а можешь сказать какие события могли привести к тому что она может попасть кэш двух потоков какие события там если смысле мы не там не используем какую-то синхронизацию смысле в обычной работе ну да то есть я не знаю может стоит глубже спрашивать про кэш но я вижу что ты это сказал значит есть примерное понимание что есть какой-то кэш который не память да и вот потоки его используют для быстрой работы поэтому мы опустим типа разговор про это вот вопрос что если этот кэш есть и иногда бывает так что как бы два потока видят одно значение кэша в данном случае они видят там и можно такой вопрос вот они видят в данном случае с кэша или из памяти да это хороший вопрос это хороший вопрос я знаю что в джаве есть такие ситуации когда типа джава машина тебя условно говоря защищает вот от таких штук по моему вот например когда ты используешь синхрониз блок то вроде она сразу по моим читает из памяти но тут я могу ошибаться вот как может ли она когда она читает из памяти в обычном случае тут я точно не скажу то есть но я не знаю когда точно именно синхронизируется кэш с реальной памятью я предположил что наверное наверное как раз про вот это java memory model вот может быть и наверное там есть какой-то какой-то набор правил потому когда это происходит вот но тут точно я скорее не скажу прям ну да тут две составляющие java memory model и сама операционная система устройства процессора физическая типа какие события у тебя могут приводить к тому что он решил даже без синхронизации с памятью равно они увидели это значение вот такое событие тоже может быть что два потока но давай тогда пойдем дальше тут есть понимание концептуальная но глубину не буду рады тут есть еще один вариант который ты напечатал вот можешь подумать если не придумаешь я подскажу и потом просто поговорим почему такое сейчас давай подумаем так ну по логике что тут еще может быть можем ли мы когда-то напечатать сначала а ну да 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 может быть еще один вариант типа вот зеркальный вот этому мы сначала так или не может быть можем ли мы напечатать сначала единицу потом ноль как бы не. и так вот на вот ноль и так мы будем а ну потому что так ну а ну и ну а так кажется что тоже не может быть так можем ли мы вообще ничего не напечатать в общем давай вариант вот теперь раз он может быть вот и учитывать все что ты говорил на самом деле твоих ответов можно прийти к такому варианту подумать почему так может быть так ну если если мы пишем оба нуля значит у нас момент вот этого println у нас стоит и лежат 0 но при этом мы как бы вроде выполняемся после так ну вот может быть единственная идея которая у меня есть не знаю насколько реально допустим если если мы да вот я не знаю как в таком случае у нас работает кэш если допустим у нас кэш работает так что кэшируется именно каждое каждая переменная тогда такое может быть то есть тогда мы вот тут типа не поток не под синхронизировал кэш для y вот и поэтому мы можем напечатать 0 вот то есть если если у нас как бы единица синхронизации кэша это не весь класс стоит а каждая каждая переменная тогда тогда такое может быть вот видео видимо это так ну получается тогда что например давай проговорим слух когда может быть что ты записал стоит у тебя есть и посылка что эти да она ведет куда-то в общую память и у него есть там x и y они где-то тоже хранятся вместе с объектом памяти ты за кэшировал локального себя значения ты пошел записал в x и пока ты локально обновил это только в своем кашлинии которая принадлежит твоему ядру ну там там скорее всего если на какой-то кашли не лежал стоит возможно там но тут я сам не знаю точно это делает но прикол в том что другой поток который пишет игры он точно так же себе сбоку на другой кашли не например в игре записал и поэтому он не увидел и а тот не увидел игре и записали это как раз на то что джаве когда нет никаких дополнительных событий она не заставляет нас синхронизировать поэтому отвечая на тот вопрос что может быть такое событие что если просто два потока использовать одну кашлиния да потому что на самом деле два потока могут заматиться на одно ядро архитектура процесс такая что есть общие кашлиния между ядрами вот то если они оба с одним кашом работают и по ты можешь увидеть один один без даже синхронизации либо может быть какое-то другое событие в системе которая составит эти потоки за синхронизироваться просто мы его в этом контексте не видим давай тогда исходя из этого всего я добавлю сюда волатайл вот это не волатайл и какие теперь варианты мы можем увидеть когда у нас есть волатайл так давай можно ниже так если мы используем волатайл тогда получается у нас мы заставляем типа когда мы считываем переменную мы вот ее читаем не через кэш типа напрямую сразу в память вот и тогда какие у нас могут быть варианты так варианта с нулями вот как раз тогда уже кажется не будет сейчас я всех скопирую да вариант с нулями уже не будет потому что мы уверены что мы засинкали кэш в этот момент вот может ли быть вариант с единицами когда что у нас происходит когда мы сначала пишем так вариант с единицами у нас может быть потому что теперь чтобы его полечить нам нужен скорее синхронизировать блок вот тут у нас никаких никакой синхронизации нету поэтому мне кажется что такие варианты у нас останутся только без нулей так сейчас я посмотрю но получается так первый кейс когда y 0 значит мы записали x или 0 вот эта штука после этого пришла писать в игре к раз она пришла после то по-любому до x она читает уже из памяти и между ними уже создается последовательность получается между вот эти вот этой записью и вот этим чтением наоборот x0 мы типа все точно также до последовательность между вот этим вот этим и мы про единицы да ты сказал что у нас же нет никакой синхронизации вот это выполнилась вот это и это может увидеть это может увидеть ну да окей вот последнее усложнение этой задачки это типа как нам сделать так чтобы гарантированно всегда видеть результат один один гарантированно видеть результат один так чтобы его увидеть нам нужно убедиться в том что мы сначала ну вот в это место нам нужно вот самый простой вариант который 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 я бы сделал нам нужно вставить какой-то ну типа каунта влач барьер что угодно чтобы типа оба потока здесь встали вот и потом пошли дальше ну да думаю ну можно было бы через стандартные штуки решить я думал да пойдем но я думаю это бессмысленно если знаешь примитивы то бессмысленно вот я предлагаю сейчас как раз сделать паузу и отвечать на всякие вопросы по этому блогу и потом пойти дальше я наверно я не знаю пока оставлю шаринг может будет с вопросом связано ребят слушай прям вопросов по блоку нет тут скорее общее поэтому наверно можем пойти дальше окей 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 в общем ребят из того что тогда я так скажу да что из того что вы услышали сейчас пишите вопросы в нд и тогда в конце поотвечаем поотвечая всякие штуки так экрана пока нам это не надо то есть мы обсудили грубо говоря то что у нас есть потоки у них есть ой локальный кэш как-то матится на железо и мы об этом всем не знаем и у нас нет никаких гарантий когда у нас нет никаких событий вот тут мы могли бы это продолжить говорить про хайпинг и фору но ты стоял что ну там понятно ты понимаешь волатайл синхронайс но там каких-то других событий особо не помнишь поэтому в эту сторону мы там не пойдем обсуждать но грубо говоря есть java memory модель это мы понимаем и есть какие-то контракты на то что когда кто кого видит этим мы я думаю таким блоком закончили пойдем дальше дальше меня интересует такой вопрос как сейчас я подумаю могу ли я краски про него про него спросить или от блок спрашивать да никакой у меня красивая задача нет я не успел подготовить поэтому сколько просто что вот у нас есть и для работы с надами какой-то момент java появились трековый зачем они нужны до хороший вопрос да там наверное много проект можно рассказать но основная причина основная причина том что как бы создавать трет каждый раз на выполнение кута синхронного действия это ресурсозатратно вот вчера как раз обсуждали вот этот момент типа в каких-то ранних версиях джавы там это чуть ли не помню ну какое-то количество килобайт на память memory footprint вот но сейчас новых джавах уже стало лучше вот но новый джава там на андроиде не скоро появится вот это одна из причин вот ну да наверно это сам самая самая главная причина пожалуй вот что еще раз к еще по моему пример вот пример такого такого концепта он 8 тасков если я правильно помню там давным-давно вот у них короче был пул для выполнения по моему что-то типа количества ядер вот и пом в новых версиях android они поменяли его просто на типа этот сингл фред экзекьютор чтобы вот как раз меньше использовать лишних потоков отлично что ты зашел в эту сторону у меня тогда вопрос как мне принимать решение сколько потоков мне предполе нужно это хороший вопрос мне кажется зависит от мне кажется зависит от типа задачи вот опять же в rx например есть разные шедулеры для разных типов задач то есть если это какая задача где нам нужно максимально эффективно утилизировать ресурс процессор типа чет посчитать тогда вот у нас трэдпул должен быть ограничен количеством количеством ядер вот если это случай когда нам нужно например дождаться чего-то от сети либо что-то записать на диск или что-то прочитать диска тут понятно что как бы лимит лимит таких параллельных задач он возрастает вот и поэтому тут здесь уже я не знаю какие гайдлайны используются но это точно чем боль больше чем количество количество ядер процессоре вот еще какие примеры можно ну да да ты сказал такую фразу что понятно диск сеть понятно вот можешь раскрыть это да допустим вот пример если мы ограничим количество запросов сеть там вот как 8 ядер у нас на телефоне вот у нас получается девятый запрос он будет ждать пока пока там пройдет пинку словно говоря пока мы там скачаем нашу что теперь пакет вот и не будет выполняться до этого ну то есть вот у айо обычно как бы вот этот период я не знаю как описать но это не busy waiting типа система она переключает все равно поток когда видит что вот он что-то ждет но все равно небольшой как это сказать у них количество процессорного времени которое не тратит на себя она маленькая вот и так если мы ограничим сделано слишком маленький лимит у нас будет неэффективное использование процессора что происходит с потоком когда он приходит мы назовем даю операцию до и понимаешь что нужно ждать ну вот допустим допустим если мы ну да типа с операции с операции на ее допустим если мы там пишем файл и кто-то еще другой пишет файл у нас там типа у системы например стоит right log вот тогда и если мы использовали метод который 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 типа просто ждет пока свой 10 файл то вот у нас будет просто переключение контекста на другой поток вот который что захочет поделать на этом моменте расскажи что такое переключение контекста да хороший вопрос на самом деле тоже довольно довольно глубокий собственно говоря у каждого труда есть свой контекст это гистры вроде байт коде они тоже есть и это вот собственно говоря наверное кэш вот этого потока вот и для каждого потока он свой а ну еще стак трейс стак трейс это тоже контекст потока вот и операционная система она у нее есть прям системные вызовы там в ассемблере ну если говорить про 3d которые прям операционки вот которые которые вот условно говорит что вот тебе нужно перейти на другую инструкцию вот с таким-то контекстом вот и в этот момент операционка как раз делает этот свитч типа обновляет обновляет все регистры вот обновляют кэш вот как думаешь это операция это операция дорогая вот ну как бы смотреть чем сравнить если сравнивать там сложением вычитанием каким-то конвейерами операциями тогда да она естественно сильно дорогая вот но все равно насколько я понимаю сейчас процессор довольно быстро уже умеет такое делать вот ну то есть если сравнивать там например с походом походом все это она или база на 100 миллисекунд она конечно не настолько не настолько долго вот но вот как раз проблема которая может возникнуть если в приложении очень много потоков вот это как раз очень частый контекст свитчинг вот и наверное кстати вот один из профитов к рутин что они же там не используют потоки из операционки вот возможно и на этом еще немного экономит самом деле я ожидал что ты скажешь один из профитов трэдпулов потому что ну да и ты и трэдпулов а ну подожди нет на трэдпулов же тоже можно ну там не знаю сто пятьсот задач создать которые будут свинчатся но я к тому что ты грубо говоря без трэдпула ты просто создаешь поток ага и ты не знаешь сколько ну да 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 а тут ты просто можешь ограничить сверху например сказать не сто и поэтому если если сравнивать там с тем что вот на каждую задачу мы создаем трэдп конечно там будет меньше свечей контекста два свеча на каждую задачу плюс смотри когда у тебя создается новый и когда переиспользуется старый то есть не только количество еще когда создать новый это тоже чтобы его привести а старый теперь используется старым пишем так так про переды мы поговорим то есть грубо говоря макс убери из два типа нагрузки для одной мы по cpu количество определяем для другой у нас нет ограничений на самом деле я могу и так типа про гарантирует что и в рэксе и в карутинах айодиспатчер в рэксе скедлер он никак не ограничен сверху вот но в рэксе насколько я знаю эта тема оптимизирована у них есть демон дред такой виктор который фоново очищает эти потоки вот сколько знаю диспатчер и картинах такого нет сейчас там будут просто потоки жить то есть если ты сделал тысячу параллельных запросов у тебя будет поток в рэксе он подчищает так окей про потоки мы обсудили дальше у меня такая задачка есть в общем представь что у нас есть некий колл-центр и там есть оператор который звонки принимает и там есть они входящие звонки есть система которая лампочку зажигает что звонок есть например и когда зажигает лампочку оператор может нажать кнопочку и взять звонок можно представить это как два потока один слушать входящие звонки не включать нам лампочку второй поток это сам оператор который берет тот звонок вот ну и понятно что оператор ждет этого звонка да и вот как можно написать вот в первом случае когда оператор активно ждет активный поток который прям сидит и смотрит на эту лампочку второе это когда когда звонок поступает ему приходит сигнал какой-то ну да и тут ситуации похожи на паттерн по продюсер-консюмер вот и можно разные разные допустим джавовые джавовые из джава синхрониз пакеты штуки использовать вот но в целом это вообще вот вопрос который ты сказал про поле начать полинг или до полинка или типа push вот то есть мы можем либо полить вот эту лампочку загорелась она там или нет каждый там 15 миллисекунд не знаю вот либо мы можем подписаться на уведомление этой лампочки вот по в контексте примитивов как это будет выглядеть например ну то есть обычно это называется по-моему condition variable просто когда вот этот weight notify на джавовых объектах вот когда мы можем ну типа написать объект вейт вот из другого потока сделать notify вот и тот у нас проснется и поэтому вот не будет без и вейтинг вот то же самое можно сделать там на семафорах вот на countdown watch то же самое вот так чуть рассказать а ну и полинг это просто если я вот мы делаем там while короче stretch slip вот ну трацепь на самом деле он тоже переключит контекст вот поэтому это не совсем уж бизи вейтинг бизи вейтинг там считать нам что-то на процессе но я думаю транспорт не гарантированно переключает контекст ну кем принимает решение да 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 кстати вот это интересный интересный факт вот тоже узнал что есть такая вещь которая называется spin lock которые используются в операционках то есть это вот именно lock который не переключает контекст который просто крутится вот потому что в некоторых ситуациях если там условно какие-то миллисекунды просто подождать бывает быстрее чем вот переключить контекст и что-то сделать и в этой книжке есть которая показала в начале но это со это самый первый там базовый пример то есть in lock это типа самое может быть начало так тут мы затронули много разных базвордов раз ты упомянул spin lock я могу задать вопрос как написать spin lock может ты не только слышал но еще и понял да я я помню что так делал давно сейчас сейчас попытаюсь вспомнить ну для для spin lock что нам понадобится то есть это обычный lock который есть lock unlock если я правильно помню вот и и и и и и так мы сейчас сейчас наверное сложно сложно будет вспомнить но наверное когда мы делаем лог ну да сложно сложно вспомнить я сейчас подумал что по-моему там ничего не используется особо кроме операции от контекст свитч вроде в некоторых случаях но на чем его тогда можно реализовать вообще на каких примитивах я что же подзабыл я помню когда я дам такую подсказку за 1 вопрос давай обсудим вот джави есть примитивы разные и можно разделить типа алгоритмы разделяются на несколько типов но мы сейчас не про горит но вот про примитива что есть блокирующие синхронизирующие и не блокирующие синхронизирующие вот и можешь привести пример что к чему относится так а ты имеешь ввиду примитивы в джави это в смысле смысле ключевые слова какие-то сущности примитивные данные не интон да 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 то есть получается блокирующие или не блокирующие да так 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 ну я так ну как бы блокирующие по моему это определение когда когда так ну сейчас надо еще уточнить вот например если если мы делаем там эвэйт или вот какой-то объект точка вейт это как бы с точки зрения потока он блокируется но реально не блокирует ничего в смысле ты имеешь ввиду как это с точки зрения потока или давай так что чтобы тебе сделать вы для этого тебе нужно в критическую секцию войти то есть захватить сначала лог но мы его отпустить поэтому я считаю что это считается блокирующим твой поток как бы блокируется засыпает уходит в неактивное состояние а то что называется не блокирующими тогда как раз вот ты привел прям спинлок это когда потом не уходит в какое-то состояние на плейд листа или что-то типа такое понял 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 да окей окей так 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 ну я на самом деле вот сейчас что-то задумался и вроде большинство примитивов которые я знаю большинство вот из пакета конкарент вроде бы они у многих там есть функция блокировки и у тебя сейчас что-то ну то есть вот у тех же там каунтаун лачи у тех же локов я сейчас пытаюсь просто вспомнить где ее нет где именно именно такой вот типа бизи вейтинг может быть в может быть в атомиках но по моему нет по моему там тоже атомики как раз не не блокируется они исполняются типа просто пытаются атомарное получится ну вот кроме атомиков я даже не знаю где может быть мне кажется везде везде вроде ну вот еще помимо атомика есть чего латаю я знаю вот и как раз этот спинлок там всякие такие штуки локи короче которые нас не усыпляют это что-то внутри где ты вайл тру там пытаешься атомик ну захватил какой-то атомик другому не даешь и он захватить он типа тоже крутится пытается обновить атомик а а болотайл ты имеешь ввиду что может не очень понял не очень понял как как это работает с волатайлом ты как это можно написать ты например пришел и у тебя сейчас я сам дай подумаю ну да с волатайлом ты же не сможешь этого сделать скорее всего это я видел в книжке куда комбинацию чем-то да если двое придут попытаются поменять значение волатайла они двоем и образ поменяют и и все ну да да я про сейчас подумал что мы до этого обсуждали что волатайл как раз про обход на волатайле ты спинлок не напишешь но волатайл не блокирующий примитив который приводит к синхронизации потока ну да 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 ну как бы в принципе там где нет слова вэйт вэйт по идее у нас был спин-офф про спинлоки теперь вернемся еще назад назад про задачу ты говорил про на дефай вэйт я думаю стоит разобраться раз ты упомянул что это как это работает ну так у нас вы насколько я понимаю вот во многих языках есть такое типа ну в плюсах по моему или все с такой примитив кондишен вере был вот и это просто условно говоря когда ты когда ты можешь сообщить из одного потока другой что типа чё-то поменялось чувак типа просыпайся вот в джаве такое почему-то не знаю зачем сделали для каждого объекта вот типа каждый объект может быть таким монитором вот которому которому можно сказать что типа на которой можно типа залочится вот и который можно потом разбудить вот так что конкретно я понял типа зачем это что происходит когда так ну мне кажется когда я делаю вэйт а я учусь к этим пример начал 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 спать как там внутри работает по моему там радио вэйт внутри происходит что-то такое типа в общем вот как раз там какая-то ссылка на мой поток добавляется в очередь условно говоря потоков который надо когда-то разбудить вот и когда я вызываю на тифай тогда собственно говоря в общем кот где-то там кишках он берет вот эту очередь потоков смотрит находит там мой поток и типа поднимает его и он начинает работать а если в очереди два потока вызвали вэйт проснется так если два потока вызвали вэйт если 2 потоку вызывать так по моему по моему по моему вот как раз за час если 2 потока вызвали вэйт это значит что они вызвали на разных объектах вы вот и ну да в принципе чем мы можем один так вот я думаю что я сейчас просто как-то вот в том курсе который когда-то давно слушал работу там по моему есть как раз много как называется много стратегий кто короче должен кто короче должен подняться всякие там round robin и вот это вот все вот и я не знаю какое джаве поднимется было бы логично предположить что тот который ждет больше всего то есть если там типа очередь из вот таких потоков я это очень дорогая операция чтобы разбудить того но именно который дождь всех ждет потому что он может быть в самом невыгодном состоянии точно я знаю точно что рандом но я не знаю учитывает ли в этом рандоме состояние системы что мы понимаем что этот поток дешевле разбудить и мы его будем это оптимизации какие-то внутренние то есть мы не можем завязываться на порядок то есть система говорит не завязывать но дальше у меня вопрос что есть примитивы которые порядок умеют делать вопрос знаешь как можно гарантировать как можно гарантировать можно гарантировать то есть у нас есть два потока а да 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 есть такое по моему как раз сейчас у меня почему-то инстинктивная вспоминаю семафор вот по моему вот они как раз было честны и нечестны вот на счет счет пытаясь вспомнить как он работает на самом деле все гораздо проще если повести аналогию что типа есть синхронизм какой и есть аналоги синхронизм какие какие есть ближайшие аналоги синхронизм блоков шаре ну так вот кроме семафоров что-то ну ориен тренд блок есть вот это создана можно сказать заменить использование а то есть ориен тренд блок он и именно тоже честно если несколько раз ты можешь ему сказать а да 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 я точно помню что такой флаг в семафорах есть не уверен что джаве есть но точно помню чтобы честно семафоры не честно в принципе похоже похоже тут вопрос насколько ты можешь рассказать разницу рендер облака синхронизм чем он лучше чем хуже так синхронизм синхронизм у нас обычно синхронизируется синхронизируется на объекте на каком-то джавовом ориен тренд блок ориен тренд блок так я вот сейчас пытаюсь разницу вспомнить как они себя ведут когда когда вот вот именно вот этот смысл смысл ориен тренд лока в том что мы не можем его за мочи с другого потока и по моему еще у него есть такая фича что если наш поток уже держит этот блок то типа если кто-то еще но если условно говоря в разных местах нашего кода вызываем блок то нам уже типа система даст блок на наш поток просто потому что есть еще реализация ведь брать и они просто дали имя не просто там лог так что-то сходу не могу вспомнить так ну по идее по идее мы также вот можем критические секции с помощью одного и с помощью другого выделяю я понял расцвела и вспомнил это и очень редко использовала это скорее такой вопрос вдруг ты что-то но слышал про это и мы могли бы дискупировать про минусу синхронизм вот время я смотрю ребят мы встали мне в личку что надо под закругляться у меня была одна задачка тоже такая вслух но можем и закончить по отвечать на вопросы ребята скажите что нам делать давай спросим чатик нам продолжить или нам закруглиться как как вообще люди считают просто идет интересно и прерывать жалко да все люди хотят задачу как люди хотят крови и зрелищ а ну давайте простенькую задача давайте продолжим вот и на ней зачем ну представьте по такую ситуацию на самом деле мире андроида она тоже может быть но скорее она про другой мир джавы но типа вот у тебя есть назовем это твоя критическая секция ну типа то место которое синхронно менять из одного потока это место нагруженная бывает что даже 100 потоков ну 100 запросов это изменить вопрос как написать это место чтобы оно было эффективным во первых корректным во вторых эффективным чтобы работала быстро меньше ресурсов потребляла то есть задача такая что у нас есть 100 клиентов у них есть какой-то вот какая-то вот секция которая выполняется надо выполнять синхронно и давать так что она допустим выполняется там пять секунд типа какие-то вычисления вычисляем 5 ну или даже секунда уже на самом деле она уже достаточно долго себе пусть будет короче такой порядок и вопрос в том если мы никак не можем ускорять этот код внутри внутри вот этой секции то есть можем начать с простого вообще какие варианты написали этот код так ну вообще вообще сейчас немного немного уж сторону в сторону уйду то есть если например у нас есть такая возможность что из этих ста клиентов там не всем прям нужно нужна нужны вычисления в этой секции а может там кому-то нужны только там не знаю результаты предыдущих то как раз можно было бы сделать аналог здесь ритрайтлока или просто его использовать типа когда мы словно говоря делаем вот эти вычисления это у нас именно райтлок когда мы хотим получить результат это ритрлок который может получать сразу работает что у нас есть какой-то большой массив данных например сотни тысяч строк каких-то и мы хотим сделать по ним какой-то редюс или что-то типа такого и вот у нас 100 потоков и они начали это ну на бачи мы побили начали делать какую-то работу а в конце они 100 пришли записать результат и они могут это сделать только по очереди чтобы там друг друга например все понял вот им надо это как-то сделать так ну да я понял ну если если вот это вот именно вопрос как можем поступить редюс ну редюс как раз просто распараллелить то есть мы можем условно говоря пойти как не знаю по бинарному дереву только наверх то есть мы можем там зарядить сначала один плюс один пятьдесят раз типа параллельно потом сколько двадцать пять раз не тут именно заявляю я понимаю что просто есть ресурс это просто привела налоги того в какой ситуации это может быть вот есть кто-то их многое вот я начну чтобы проще что допустим мы написали просто сделали синхронизм блок и вот пришло 100 потоков и они ждут пока один какой-то напишет потом другой и вот они висят и ждут и мы типа понимаем что блин они приходят и приходят до грубо говоря пусть у нас там нагрузили и они висят и типа занимают какие-то ресурсы и это могло быть самое простое решение в лоб да и у него бы у меня был вопрос что типа какие есть минусы у этого решения какие у нас есть альтернативы можем ли мы как-то по-другому написать так ну да если если мы просто в лоб сделан то у нас будет очередь очередь из потоков типа минусы что минусы что вот все эти потоки будут отжирать какое-то количество памяти вот как можно сделать лучше не знаю то есть меня у меня вспоминается из да вот как раз пишут меня из за примитива вспоминается только блокинг кью но по факту чем можем с ним сделать это упорядочить эти потоки в очередь будет ждать вот ну то есть я даже что-то не знаю но то есть у нас есть 100 100 клиентов которые что-то хотят сделать вот в этой критической секции единственное чего можем придумать этот как как раз как-то какие-то алгоритмы упорядочивание сделать чтобы там условно какой-то был не знаю дедлайн у этих потоков какие-то приоритеты вот то есть логики можно написать много я сейчас просто пытаюсь понять наверное что ты хочешь услышать вот может не не особо понимаю ли я просто подскажу типа следующее развитие событий например мы понимаем что у нас есть вариант с блокировкой это как мы и с блокирующей синхронизации тут мы понимаем что может мы не будем блокироваться и заиспользуем это примитив сотну с атовиком и чтобы другие потоки не блокировались пытались захватить этот блок и я спросил такая разница что например из этого хуже что лучше вот если мы между этими двумя решениями выбираем и толстнуть потоку или покрутиться ну учитывая все время операции количество параллельно потоков так сейчас что-то я может не очень понимаю то есть вот у нас есть эта критическая секция и что мы можем сделать с помощью атомиков в этой секции как ты говорил спин лог вместо синхрониза используем свою реализацию где мы лог с помощью атомика используем и типа мы пытаемся его захватить просто просто чтобы его захватить ну да то есть твой вопрос сводится получается к трейдов вот в пизе вейтинг или не бизе вейтинг ну да да какая между ними разница на в этой задаче ну так ну мне кажется что в этой задаче наверно логично было бы использовать как раз не пизе в этим потому что если вот их потоков много то собственно если каждый будет ждать что-то там делать крутиться то как раз вроде мы потратим много процессорного времени вот и а ну тут наверное да как везде как везде в программировании трейдов время слэш память то есть когда мы делаем контекст свитч нам нужна дополнительная память ну чтобы типа мы запомнили вот что нас так много потоков а если мы крутимся ну да тогда мы можем продолжать крутить ну я хотел как раз услышать размышления в чате как раз кто писал про блоки тилл он это типа альтернативный ответ который не про размышления что хуже и на протоках сделать эффективно на эффективно это класть в очередь и просто одним потоком разгребать раз у тебя типа просто кладут в очереди и вообще не тратят не память ну да да я сейчас что-то да я тебя понял это типа уже это уже такой третий этап когда мы все обсудили поняли что все говно и используем там single-threat executors очереди ну да я я чё-то просто сложно сложно на словах такую задачу воспринимать я сейчас понял как бы что что-то хотел услышать я понимаю вот просто если бы у нас было с кодом просто было бы дольше пока мы этот код чтобы посмотрели потом что-то набирали там поэтому никаких ожиданий не было мы на самом деле спрашиваем ну я лично такую задачку спрашивают вот по-разному бывает но никто на самом деле про блокинг кубу не рассказывал еще вот но это меня нет ожиданий что это расскажет несколько интересно порассуждать про вот разницу и у баунд нагрузки или вот там поспать ну окей вот я думаю все вот так я бегу давай самый залайканный какие топ-3 вопроса по многопоточке на собеседовании на которых все валятся на которых все валятся на самом деле я не могу их как-то выделить но могу сказать так что сейчас ну если вы собеседуете джина одни вопросы если вы собеседуете сеньора там это другие вопросы я хочу сказать что сеньоры это ну те кто там давно работают проходили много собеседований их можно делить на две группы это тех кто знает какие-то примитивы и что-то делал там типа кругля я знаю синхронизации штуки вот есть те которые уже понимают про там устройство железо и можно просто в эту сторону чуть-чуть спрашивать но и для того чтобы ожидать ответ да потому что оно это тупо если ты просто android разработчика нанимаешь но это хорошую дискуссию создает что типа если видишь что человек может размышлять то есть мне интересно синхронизация как любая работа программист это такая творческая работа и даже если ты знаешь синхронизм и можешь там что-то объяснить не факт что ты догадаешься его использовать и будешь какую-то хрень использовать вместо него поэтому прикольно понять что человек умеет думать и поэтому когда вы обсуждаете что ага вот смотри а как этот поток тут что-то увидел и он начинает что-то думать если он не знает про эти там кэши ну и не знает про когерентность кэшей и ничего этого всего не знает это не страшно начинаешь задавать всякие вопросы и получается в целом просто интересная дискуссия но это если там сеньор и скучно просто ему говорить ну вот смотри у тебя есть трет ну типа это все просто все знают и это как-то можно сказать из двух блоков состоит ты быстро проверяешь что он адекватный сеньор который знает все примитивы дальше ты проверяешь насколько он интересный собеседник и насколько он адекватно умеет рассуждать то есть у меня вот так это разделяется вот в целом в мире андроида да не могу выделить каких-то зависит от людей то есть да вот опять же джуны скорее их я бы просто спрашивал про синхронез де волатайл и базовые проблемы вот этой задачки которую мы с лешей проходили она очень показательно что типа насколько человек понимает то есть она как раз очень простая и ты быстро понимаешь вот какие-то там супер-корнер кейсы ты можешь не знать потому что легко типа пропустить но это не значит ты не разбираешься вот мы типа там хоть лёша не знал один вариант не знаю что он плохой мы порассуждали типа я увидел его ответах видимость что он типа понимает но типа вот конкретно в этой задаче там затупил но это не страшно вот мне кажется под жену тоже будет идеально сразу понять насколько человек понимает типа одного волатайла синхронизма достаточно просто знание примитива в синхронизации ну я считаю таким бесполезным знанием потому что если у тебя сложная задача обычно ты гуглишь java till concurrent там типа best practice что-то типа того и читаешь про все эти примитивы по очереди смотришь какие-то примеры на google на стек оверфлоу и понимаешь ага семафор первые в жизни там сейчас поиспользую вот у меня лично такое отношение ну и то есть важно это синхронизм волатайл и потоки и важно самому как собеседующему понимать как это все работает тогда всегда будет интересно и можно будет копнуть собеседника ну насколько ты там сам можешь наверно предела нет так ребят мы так на самом деле резко перешли к вопросам вот нам надо сказать что мы все-таки закончили собеседование лишь можно выдохнуть чатик нужно пошуметь сказать ему еще раз спасибо что осмелился пожалуйста давайте тогда дальше к вопросам серёга это тебе подождите когда лёш если тебе нужно вдруг идти то мы можем тебя отпустить на самом деле если по времени да давайте я хотя бы просто выключу камеру но останусь давайте перевести все серёга спасибо большое собеседование много нового узнал мне на самом деле очень нравится собеседование когда эти учет узнаешь вот я обычно тоже такие стараюсь проводить они просто что-то подсказали вот нанимаем тебе не понимаю скажи пока он доулач ладно все тогда все пока да серёга вопрос про книжки какие-то рекомендуешь почитать по многопоточки есть короче три лучшие книги по на гопоточке и целом на самом деле параджа и но джава не совсем актуальным что нас есть подлин поэтому говорю так есть самая такая базовая и книга просто пудова надо читать не если вам интересно это java concurrency in practice там такие два поезда то есть я все советуют я тоже советую типа лучше пока ничего нет это прям прав все java util concurrence с примерами все такое то есть если вы прочтете вас точно будет полное понимание там всего что есть как это использовать потом есть книга блин я и даже перечитывал недавно но забыл ну я скину ссылку короче есть книга в целом как писать хорошо на джаве вот я забыл название и там есть отдельный блок а как писать хорошо на джаве многопоточный код и там это отдельная глава книги и вот в целом эту книгу всем надо прочитать не так как я уже сказал у нас не java kotlin возможно не актуально в каких-то вещах вот про синхронизацию там прям супер там с точки зрения того что там есть клиенты тот кто держит этот стоит как это все организовать как и короче это спроектировать чтобы вот синхронизация была написана удобно то есть вот про это не бортовых это работает и третья книжка это вот которая у меня есть это the art of processing programming это уже такой advanced level там есть плюс этой книги в том что там в конце есть такой аппендикс в котором переписан написан software basic и hardware basic и там прямо в software basic идет что типа это трет он работает так-то так-то и короче описан вот java пакет вот вкратце всеми важными конструкциями потом идет hardware basic и там описано что типа архитектуры процессоров такие такие у них есть там кэшлайны у них есть интерконнекшен между ними у них есть какие-то гарантии на когерентность бла-бла-бла и вот это все уже сложно про железо но ты читаешь и у тебя понимание прям там то есть немного там наш страниц 15 в конце поэтому ты их читаешь и у тебя понимание полное тебе не надо даже всю книжку читать что вся книжка это уже такая академическая много по . и там много всяких своих кастомных логов это для тех наверно кто работает их на системах где там консенсуса нужно достигать и там пишешь свой google doc и тебе это надо но если у кого-то есть такие продукты где от шареный доступ например вот наверное эта книжка будет полезно следующий вопрос задает иван нужно ли понимать java memory модель если ты пишешь на котле не ну да джава memory модель это не про джаву это продажем поэтому короткий ответ что надо если вы пишете под котлен живым конечно если пишите под котлен джейс то вряд ли вам это поможет а если вы пишете про котлен нейтив то там все скоро переписано но там планируют переписать там еще не решились пока до конца следующий вопрос прям большая история да нужно ли все это знать я думаю про много по . имеется ввиду на таком низком уровне для программирования под android насколько это часто используется в реальной жизни на сегодняшний день учитывая наличие современных средств таких как rx и котлен корутин человеку говорит что из его опыта это все нужно крайне редко учитывая что с этим всем когда-то плотно работал ранее но сейчас такое ощущение что это нужно только ради собеседований вот как твое мнение на вот этот вот счет пример сразу ну во первых я считаю что это нужно но зависит от уровня и твоей ответственности если ты делаешь спичи и у тебя есть тимбит то пусть он отвечает за то что ты сделал какой-то бак с конкурентностью и в итоге кто-то поймал дедлог или какое-то не то состояние для тебя это не так часто нужно потому что ты еще не супер опытный несешь ответственность за весь продукт такие ситуации возникают редко потому что у нас есть rx и там и все такое но бывают и проблема в том насколько в вашем продукте это часто бывает я просто считаю что даже если у тебя раз в полгода есть какой-то баг с многопоточкой потому что у вас там кто-то неправильно на карутинах написал не понял там что-то потому что нельзя же идеально тоже все понимать или кто-то что-то не понял в rx и тебе нужно подумать в этот момент и решить этот баг и чем больше ты знаешь тем проще тебе его решить история такая что вот у нас завито но у нас сейчас жить но история про то что вот у нас есть простые конструкции там типа хендлер лупер и типа ты там что-то постишь и никаких проблем не может быть и вот у нас была такая проблема что два потока пришли в одно место и у нас она была синхронайз и мы такие окей мы знаем много по точку сейчас мы делаем синхронайз и получилось так что мы приходили захватывали синхронайз что-то делали и постили в хендлер что-то и типа должны были отпускать но потом оказалось что внутри 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 по цепочке там был не просто пост хендлер а было было еще одну перед еще одна типа синхронизация с другим потоком а тот поток с которым мы синхронизировались решил прийти в тот синхронайз ты в итоге мы получили дедлог так вот я вам скажу чтобы понять что там дедлог мне наверное неделя потребовалось то есть я даже вот знаниями которые кому-то могут показаться ненужными эти посиделы думал и не понимал как она зависла типа кто это сделал то есть то скорее в целом понимать все сценарии твоей системы и это больше про то скорее ты должен понимать если у тебя есть синхронайз кто и когда в него может прийти а что будет если придут вот эти двое как они разойдутся и по хватит не синхронайз или какой-то сделать там чек еще или запретить им приходить или не блокироваться эти все вопросы скорее надо задавать про проектирование вот поэтому но ответ такой зависит от продукта зависит от интересно зависит от количества багов которые вы ловили в какой-то момент вы понимаете что просто хотите их чинить быстрее еще кстати очень интересный вопрос от владислава как разрядность процессора влияет на работу в многопоточной среде насколько я знаю она влияет так что разрядность влияет на какими блоками процессор атомарно наполняет кэш у себя в ядрах то есть разъядность 32 то по 32 бита одновременно он может прочитать из 64 то по 64 вот и java но это такой исторический факт что java первый язык которые вообще сделали memory модель и раньше например в плюсах не было никаких гарантий программах многопоточных на разные архитектуры и ты должен был писать вот так и компилировать его под разные процессоры по разному вот memory модель как раз все эти проблемы решает и нам думать не нужно большинстве вещей то есть например java оптимизирует размер ссылок где архитектура процессора 32 у тебя размер ссылки 32 бита поэтому мы можем атомарно прочитать ссылку на объект вот все примитивы которые умещаются в 32 с ними тоже нет проблем вот если примитив 64 и полонка дабл то тут уже есть проблемы насколько я знаю гарантии такие что он читает 32 младших и 32 старших бита атомарно и типа волатайл не нужен но все типа рекомендуют использовать волатайл на лонге и дабля если вас 32 разрядная архитектура процессора но на 64 это уже все не актуально поэтому мы своих программах на армах видимо это не видим таких проблем вот это то что я знаю лет наверно типа если вопрос был более широкий про то как архитектура неразрядности а типа в целом что какие у тебя кэшлайны как они соединены какой между ними интерконнекшен ну это все просто зависит от того на эти контракты в любом случае закладываться не надо если вы не пишите какой-то супер оптимальный стоп только для этого процессора на плюсах или на другом языке нативном java об этом думать не надо а у нас последний вопрос остается это кстати было вот к первой задачки я думаю просто не успели вовремя тут задать зачем нужен волатайл для int в чем его смысл это шнилонг вопрос как раз показывает возможно до конца сам понимает на типа в чем смысл волатайла у нас есть чтение и запись а еще у нас есть синхронизация памяти и кэшлайнов из процессору волатайл помогает в этих двух случаях он помогает атомарно писать помогает атомарно читать ровно 32 бита а еще он помогает атомарно синхронизировать кэшлайн memory вот и получается ответ такой для интернета нужно только для того чтобы когда ты записал винт в системе произошло событие и процессор такой а пометили у меня там кэшлайн пометили что его нужно в память сбросить и он начинает как этот типа happens before работает что у тебя за кэшированная адрес может быть по разным кэшлайн тебе нужно сказать всем кэшлайнам что ребят теперь вам нужно в память смотреть да это же не просто так работает что одно ядро просто задамбило себя в память нужно еще всем остальным ядром сказать что теперь если у вас была за кэшированная ссылка она не валидная обновите ее я там не знаю как они обновляют сразу или потом первому обращению но развертый ответ такой супер так кажется мы все разобрали серёг спасибо тебе большое что пришел провел этот собес получал так достаточно подробно вопросики вот тем людям которые просидели с нами тоже полтора часа большое спасибо вот и всех если остались какие то вопросы или хочется что-нибудь уточнить то напоминаешь на здесь канал спикера можно будет задавать вопросики там пока пока увидимся вечером